Привет! С вами Ева, это, разумеется, я. С вами формат видео, который я не делала уже очень-очень-очень давно. Смысл формата в том, что я называю каких-то пять вещей, связанных одной темой. На этот раз мы поговорим с вами о пяти причинах, которые безосновательно бесят меня в людях. Они будут возвечиваться вот здесь списочком, да-да. Первое и самое, наверное, нераспространенное, когда люди говорят, это не мой уровень. Я как-то разговаривала со своей крёстной и предложила ей поехать на море в обычном поезде, то есть в плацкарте. Ладно, Дима, который говорит, типа, я не очень любил плацкарты из-за того, что там много вонючих ног, бешеных людей с животными или с детьми, которые делают всё, что хотят, и никто ничего, никого никогда не контролирует. Но крёстная сказала что-то вроде, это не мой уровень, я вообще-то привыкла ездить в пупе. Камон, когда именно люди начинают жить так кошерно и шикарно, что поехать в плацкартном вагоне или, например, поесть бургер вместо фуа-гра, для них это не их уровень. Кого? Мы, по-моему, все живём на одной и той же планете, планете Земля, да? Мы вот здесь живём, правильно? Я права? И это значит, что мы все, в принципе, пользуемся плюс-минус одними и теми же благами цивилизации. Я сейчас говорю именно о цивилизации. Хорошо, хорошо, кто-то заказывает такси не эконом-класса, а комфорт-класса, просто потому, что им удобнее посадить жопу в тепло или с кондиционером, чем ехать с открытыми окнами и ловить мух ртом. Но! Но! Просто скажи, что мне не будет совсем комфортно, я предпочитаю как-то по-другому. Не вставляй ублюдскую фразу «это не мой уровень». Вторая причина. Вытекает периодически из первой, когда люди почему-то совершенно необоснованно начинают завидовать каждому твоему шагу. Я сейчас говорю не о здоровой зависти или белой зависти, как её называют, да? Типа, допустим, кто-то из твоих друзей купил себе машину, о которой ты давным-давно мечтал, и ты такой «блин, клёво, она как классная, я вам так завидую, чуваки, блин, вы молодцы». Ну, то есть, по-белому, конечно, завидую, я не буду, там, сталкивить вас по ночам и царапать гвоздём на вашей машине, потому что я завидую и хочу себе такую же. Нет, я просто очень сильно за вас рад. Я говорю о необоснованной зависти. Пошёл с кем-то на встречу в кафе и решил заказать себе кофе. И человек заказывает себе тоже кофе, только он берёт себе чёрный кофе, а ты берёшь себе глиссе. М-м-м, блин, повезло, можешь себе глиссе оплатить. Вкусный, наверное, да? Вы сидите в дружеской компании, общаетесь, человек говорит, что он ничего не хочет, и ты прекрасно знаешь, что у него есть финансы, что он может себе позволить пойти купить пачку чипсов. Вкусно тебе попкорн есть? М-м, прикольно. Нет-нет, я не хочу, спасибо, нет, мне неинтересно, я не уверен, что я хочу, ну, типа, портить себе этот прекрасный вечер всякими калориями. Нет-нет, я просто посмотрю кино. А у вас там ещё чипсы на кухне лежат, да? М-м, прикольно, прикольно, прикольно. Просто купи себе заменитель чипсов, я не знаю, возьми себе жареные редьки или что-то там жрёшь, хер знает. Чем эти необоснованные заведяшки, заведушки? Чтобы вы понимали, я живу на съёмной квартире. Съёмная квартира обходится мне очень дорого каждый месяц, и пока что у меня нет возможности купить свою квартиру, потому что для этого нужен первоначальный взнос. А квартира без первоначального взноса будет стоить офигеть как дорого на очень много лет вперёд. Я никогда в жизни никому, у кого есть своя квартира, не говорила и не скажу. Блин, прикольно, сколько платят из ЖКХ только, да? Тысяч 10 месяц, наверное? Блин, прикольно. Да, а мы вот вчера хлеб с солью ели, ну, просто чтобы можно было свою квартиру оплатить. Ну, съёмную, конечно, да. Что, вы едете на море в этом году? Ну, конечно, у вас же своя квартира. Можете себе позволить и на море поехать, в Турцию, там, куда? В Доминикану. Чел. Да, это, по-моему, давным-давно известно, что у людей разные, разные условия для жизни. И ты можешь стремиться к лучшему, но не нужно каждую секунду под руку кому-то что-то говорить. Третья причина. Опять же, вытекающие, наверное, периодически из первых двух, это когда люди обесценивают чужой труд. Это профессии не моего уровня. Вот, кстати, Баська работает в банке, ему завидую. А распространённость на данный момент профессии блогера, фотографа, дизайнера, художника, как ни странно, даже писателя. Творческие работы, например, которые чаще всего вообще не ставят ни во что. Если ты не выходишь на работу каждый день в 6 утра, не проводишь там около 12 часов, возвращаясь в выжатый как лимон, это значит, что у тебя недостойная работа. Это значит, что то, чем ты занимаешься, работой назвать нельзя. Друзья, это же твое хобби. Ты не можешь называть это работой. Что ты делаешь? В игры играешь. Что в этом такого? Я тоже играю в игры, когда прихожу домой, но я же не говорю, что это моя работа. А иногда я играю в игры и стримлю их через дискорд, чтобы показать людям. И ещё у меня на Твиче есть 5 зрителей постоянных. Я тоже как бы им стримлю. Но я же не говорю, что это моя работа. Это просто мое хобби. Я люблю стримить. Так что и ты не можешь иметь такую работу. Представь себе могу. Представь себе, если у тебя появляется какая-никакая аудитория, которая уже к тебе привыкла, которая любит твою подачу, которая к тебе часто обращается с какими-то вопросами и приходит отдыхать на твоём канале после тяжелого трудового дня или просто каких-то неудачных событий. Или наоборот, приходит и радуется, типа, смотрите, у меня такое в жизни произошло. И рассказывает всем о каких-то своих положительных эмоциях. Это всё выливается в тяжелый труд за кадром. Мне очень сильно важно готовиться к стримам продуктивно. Я люблю подходить к этому с умом. Я люблю продумывать свой образ. Я люблю продумывать игры, то есть тематику общую. Нужно кучу раз связываться с разработчиками игр, с какими-то людьми, как они называются, комьюнити-менеджерами, по-моему, называются, которые выдают ключи на какие-то игры. А вы знаете комьюнити-платформы с менеджерами сколько? Их невероятное количество. И большинство из них, к сожалению, на английском языке. То есть мне приходится, помимо этого всего, ещё и на английском языке продумывать своё обращение. Искать что-то, уговаривать кого-то, предлагать кому-то что-то, навязываться к кому-то где-то. Зайкин, do you speak English? Чуваки, это работа. У меня есть аудитория, за которую я в ответе. Не из-за того, что я их приручила, а из-за того, что я чувствую свою привязанность к этой аудитории. Я чувствую, как я обязана им чем-то, понимаете? Потому что благодаря моей аудитории я на том уровне, на котором нахожусь сейчас. Я могу уплачивать вот эту съёмную квартиру. Жаль, конечно, что не свою. Буквально недавно смотрела интервью с Илоном Маском. И ему говорят, скажите, пожалуйста, почему люди считают, что вам очень сильно повезло? И Илон Маск говорит, я не знаю, почему они так считают. Я работаю по 16 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И я зарабатываю всё своими мозгами, своим трудом и своей харизмой. Я не знаю, почему все считают, что мне повезло. Следующие два пункта, четвёртый и пятый, наверное, несколько связаны между собой. Дело в том, что четвёртый пункт, это когда люди делают максимально болезненный вид, но не хотят лечиться. И туда же добавим, не хотят лечить своих животных, детей, кузин. Из разряда у меня очень сильно болит голова. Да, чел, она болит у тебя уже 2 недели. Может быть, ты сходишь к врачу? Нет-нет-нет, пройдёт. Чел, твоя голова болит уже полгода, и ты пьёшь обезболивающее. А обезболивающее, как ты знаешь, это не лечение. Может быть, всё-таки обратишься к профессионалу, на что человек отвечает сложная тема с моей мамой, которую я стараюсь никогда не обсуждать. Мама говорит, что если, не дай бог, она заболеет какой-нибудь серьёзной болезнью, а-ля что-то, что-то серьёзное, что лечится очень долго. Она говорит, что не будет тратить деньги на лечение и просто умрёт со временем. Просто, а я не хочу обременять свою семью. Но, более того, именно эти люди, которые решили не прививать своих животных и делать им какие-то лечения, решили не лечить себя и своих детей, потому что, ну, они же дети всегда болеют, они валяются в грязи, их иммунитет всё перерастёт. Эти же люди обожают на встречах жаловаться на своё здоровье. Класс! И когда ты начинаешь давать им советы, сходить к врачу, они говорят, нет-нет-нет, этим я точно заниматься не буду. Кстати, вчера такая шишара в жопе вылезла, ух! После отказа от лечения, после отказа перестать завидовать кому-то, при обесценивании чужого труда, люди обожают говорить, что они хуже всех, разумеется. Это пятый пункт, который меня безосновательно раздражает и буквально взрывает. Они говорят что-то вроде, ничего не получится. Не, я вообще, я такое дно говно, это просто, это невообразимо тяжело быть таким, как я. У меня всегда ничего не получалось, у меня не было никогда удачи в жизни, мне не везло. Меня все бросали, а как уж меня обзывали в школе, до сих пор помню. А родители меня всю жизнь ненавидели. Ну, конечно, это все потому, что я самый плохой человек в мире, хуже меня вообще никого нет. Я даже не знаю, почему ты со мной общаешься, мой бог, я не знаю. Тебе вот хорошо. Хорошо тебе, да. Почему мне хорошо? Почему, почему мне хорошо? У меня что, не бывает проблем? У меня в жизни не бывает проблем? Ты думаешь, я иногда ночами не думаю о том, как могла бы сделать лучше, о том, где я пропокапилась в своей жизни? Да постоянно. Но я просто не выхожу за грани разумного, я понимаю, где потолок, в который нужно уже упереться и дальше не пробивать головой. Не надо, не надо так. Вы просто уничтожаете любой свой труд. Я даже Диму за это ругаю, когда он приготовит что-то и начинает, ой, невкусно получилось, ой, мне не понравилось, а давай мы это все выкинем. Да почему ты это ешь, это так ужасно. Я просто ем, потому что это вкусно. Было бы невкусно, я не какой-то там тролль. Я не буду есть назло себе, учитывая, что мне не нравится. А раз я ем, я люблю эту еду. Если я общаюсь с тобой, дружище, значит ты харизматичный, значит ты интересная личность, значит ты привлекаешь чем-то. Перестань себя демотивировать. Возможно, вы напишите пять своих причин в комментариях, я буду вам очень сильно благодарна, потому что это меня интересует. Я люблю интересоваться тем, как живут люди. Не забывайте заходить по ссылке на Граунд, на нашего великолепного партнера, который продумывает все наперед. Они продумывают игры на будущую неделю, они продумывают ваши призы на будущую неделю, более того, они помогают разработчикам делать здесь игры лучше, хорошей недели. И не будьте, пожалуйста, людьми из этих пяти пунктов. Субтитры сделал DimaTorzok